здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию для круглогодичной рыбалки не только нахлыстом но и поплавочной удочкой а также зимней удочкой вот такие вот такой наборчик значит что мы будем сегодня вязать ручейник свободно живущий вот он выглядит где-то вот так круглый год рыба питается ручейником очень любит хорошая приманка поэтому давайте мы с вами его свяжем крючок я уже подготовил с вот таким изгибом так как он у нас при домных слоях обитает а грузим промажем клеем цевьем и немножко промотаем ниткой немножечко зайдем за загиб промажем еще клеем и подготовим для огрузки свинец здесь можно использовать практически любой хоть плоский хоть круглый свинец частности если у вас нет необходимой для намотки толщины вот как у меня вот такой круглый и я его просто взял и прокатал краешком краешком плоским плоскогубцев или же зажигалкой или валиком для фото печати и теперь нашу грузочку крепим по всей длине вот так вот вот так вот если немножко не хватило можно подготовить свинец и не доходим до колечка миллиметров 5 и заправляем наши кончики свинца вот так вот Теперь для того, чтобы в дальнейшем вязать мушку, я подготовил на спинку и на брюшко вот кусочек вот такой пленочки полиэтиленовой. Чтобы не крепить в неудобном положении, я делаю беру вот так крючком и приблизительно посередочке одеваю на крючок. Вот так. И у меня получается можно накрыть сверху и здесь. Теперь берем, проматываем наш свинец, чтобы не был рыхлым. Промажем еще клеем. Время этого живут достаточно наш ручейничек имеет хвостовые крючочки поэтому я беру остатки вот такие пера и креплю здесь же у загиба перышко остатки отрезали так развели немножечко в сторону наши перья приблизительно поделили пополам и когда будем закрывать нашей пленочкой они у нас разойдутся в сторону для сегментации тела я буду использовать вот такой вот такую лесочку она где-то 0 14 0 12 для сегментации тела подберете экспериментально для себя мне 0 12 вполне устраивает и здесь же тело можно изготавливать как из дабина таки я вот приловчился из вот такой нитки которая используется для вязания это ангора крепим загиба и возвращаем нашу нить колечко подровняем еще немножко наше тело придадим ему форму так переворачиваю наш крючок в удобное положение промотаем еще подровняем район груди и и и и и и сделаем узелок чтобы наша ниточка не распустилась уводим нить в сторону ставим крючок в удобном положении для нас и и начинаем делать обмотку виток к витку нашей ниткой и и и и и и и когда дойдем до середины чтобы нитка наша не распустилась я ее подхвачу перодержателем поставлю опять крючок в удобное положение для меня и закреплю лапки лапки я делаю из вот такой силиконовой резиночки можно использовать любую резину но я уже привык к этой ее толщине и особенностям закрепим первую парочку лапок и и и и и и и Продолжение следует... Вот мы закрепили наши три пары лапок и делаем так же у колечка накидной или просто узловязым узелок, чтобы наша нитка не мешала. Промажем немножко клеем, место крепления лапок. И дальше проматываем нашу нитку. Продолжение следует... Продолжение следует... И мех прихватываем у колечка. Продолжение следует... Закрепили нашу нить. Остатки отрезали. И так же сделаем узелочек. Теперь берем нашу пленочку. Разделяем перо для хвостика. И примеряем. Как раз нам длины вполне достаточно. Так как у нас ручейник не белый, а он у нас зелененький. Возьмем фломастер и под цвет оливки мы немножечко подкрасим нашего ручейника. Годится. Вот приблизительно вот так. Берем теперь пленочку. И здесь же у колечка прихватываем верхнюю часть пленки. Следим за тем, чтобы наша пленочка никуда не ушла. Подхватили нижнюю с небольшой натяжечкой. Остатки пока ничего не отрезаем. Теперь берем, делаем еще один узел. И начинаем сегментировать наше леской тело. Поставим в удобное положение. Следим за тем, чтобы пленка, которая находится снизу сверху, не уходила у нас. Делаем один полный оборот. И двигаемся по телу. Сегментируем нашего ручейника. Следим за тем, что у нас есть пл密ели. Глава. Подозрителем. А tin. Сегментируем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Доходим до колечка и здесь, держа леску в натяжечку, прихватываем ее... Сделаем узелок... Отрежем леску... И теперь мы можем спокойно посмотреть наше тело, вплоть до того, что можно вытащить из тисков, подправить, что нас не устраивает. Вот вышла у нас вот такая мушка. Посмотрели, подровняли. Все у нас получилось хорошо. Теперь мы ставим обратно в тиски и можем окончательно убрать излишки пленки. Так как головка у ручейника нашего черненькая, я немножечко подкрашу нашу нить и сформирую головку нашего ручейника. Открасим еще нить. Делаем завершающий узел. Вот мы сделали с вами ручейника, но он еще у нас не закончен, поэтому для того, чтобы его закончить, нам необходимо подровнять лапки, подкрасить немножко брюшко и подкрасить немножечко спинку. Лапки я подрезаю, подравниваю. Берем коричневый фломастер и подкрашиваем нашу спинку. До головки. Также подкрасим часть, где брюшко крепились, лапки. Она здесь немножко темнее. И берем опять наш оливковый фломастер и подкрашиваем. Теперь и мех по бокам. По бокам вот так подкрасили. И мушка наша почти готова. Остается подровнять хвостик, нанести капельку лака. И мушка наша готова, которая работает практически круглый год. Спасибо за внимание. Приятной вам рыбалке.